Часик в радость, что сладость, дорогие друзья и враги! И сегодня у меня в гостях человек из вашей любимой рубрики «Трэш. Могильные истории». Кстати, ссылочка на его канал будет закреплена в комментарии. И сегодня, Николай, я вас приветствую. Я вас тоже приветствую. И ваших зрителей, подписчиков, всех я приветствую. Да. Сегодня Николай расскажет, как он стал петухом на зоне. И, в принципе, о жизни зазаборной. Итак, Николай, скажите, пожалуйста, почему вы такой необщительный? Необщительный? Просто в какой-то момент я понял, что социальное общение мне, собственно говоря, не очень-то и нужно. Нет, в том плане, что можно превосходно жить в своей голове. И ощущать, чувствовать себя достаточно, ну так скажем, превосходно. Я, напротив, сейчас скажу, с 11-го, с 3-го сентября 11-го года, то есть это скоро будет 10 лет, как я не нахожусь в социальном общении. У меня вот строго книжки, которые я пишу. Потом что еще? Ну, девушки. Вот все мое общение. Два кота. И на сегодняшний день мне этого достаточно, чтобы я себя так превосходно чувствовал. Николай, сколько вам лет? А мне 58 уже. 46 из них я нахожусь на парашке. 46 лет были в тюрьме? 46 лет я ношу вот этот статус, который, ну, мне кажется, он сомнительный. Можно же говорить так вот, как я думаю, как я знаю, ну, откровенно. Пришить ко мне пидоростию можно, но только это обладает вот такими прохиндейскими качествами. Но я, прошу пардона, но я всю жизнь отвечаю вот именно за пидоростию. Хотя я на себе чувствую только малодушие, да, где малодушие, а где пидоростия, да. Но, тем не менее, меня вот влупили, что называется, в самом таком отвратительном смысле ко мне применяется этот термин. И прежде всего для того, чтобы выдавить из социального пространства, что, собственно говоря, и получилось. Чему я, собственно говоря, и рад. Вот выдавили, что называется, я теперь занимаюсь ютубом, а так выходил пьянство. И так, Николай, расскажите, пожалуйста, собственно... Иван, пару слов. Я почему вне социального общения нахожусь с 2019 года? Просто я ухаживал за больной матушкой. Ну, у нее был сахарный диабет, отняли ногу, ножку ей. И так я вот за ней пять лет ухаживал. И, собственно говоря, не имел возможности там шариться по городу, там устраивать свою жизнь. Я к ней пристегнулся и отдавал, так скажем, с ценой виду. 9 мая 2016 года она померла, оставила меня одного. Так что я сейчас совершенно один, но продолжаю так по возможности заниматься тем же. То есть голову никуда свою не сую, мозги так особо не проветриваю, а сижу в своих книжках. Вот сейчас ютубом занялся, благодаря Кремлю, между прочим. Огромнейшее им спасибо. Николай, итак, расскажите, собственно, как же вы попали в тюрьму? В тюрьму? Ну, у меня образ жизни такой был, читаю. 12 лет меня опустили. Кто это сделал? 12, ну, это учащиеся моей школы. Номер школы называть я не буду и, ну, не хочу. У меня на то просто чисто человеческие причины. Просто я вот по-человечески. Кто знает, кто там болтал, те пусть... Я понимаю, ну, по какой причине они это сделали? Я взял жвачку, жевательная резинка, она стоила 50 копеек. В Сочи ее продавали. Я взял, у меня не хватало что-то 20 или 30 копеек там. И остался должен. Ну, потом мой кредитор появился, когда обратно в школе, то я уже был такую сумму должен, что просто не переведи Господь. А с него, видимо, бизнесмен еще тот, он там был должен и тому, и этому, туда-сюда. И вот перевели эти деньги, он на всех перевел. Я кому часы стал должен, там, с кукушкой, без кукушки. Я, блин, понятия не имею. И все-таки это, ну, не воспринимал как-то серьезно, пока не очутился в подвале, где, собственно говоря, меня и завафлили. То есть, произошел акт орального секса, правильно? Вот, назовем это так. Хорошо. Нет, нет, прошу пардону. Это не оральный секс. Это просто ущербные особи надо мной просто издевались. Ну, провели по губам? Да какой там, мне вот разбили вот так вот лицо, у меня вот нижняя губа. У меня же губы, блин, здоровые, там хрен промахнешься, правильно? И капилляры там большие. А когда губа была разбита, там, с нее кровь шла, как поросенка. Я там у них сосал час или два, или три, я не знаю. Я вышел, короче, из этого подвала, у меня вот так вот, все в этом, как бы, все в крови. Ну, рубашка высота, ее можно было ставить, и она бы стояла. Но это им не помешало получать удовольствие. А как вы думаете, это просто был акт садизма, или они действительно получали удовольствие? Они получали удовольствие, стопудово. Они кайфовали им, такие, как, мы же на «ты», да? Да, 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 да. Как ты сказал это? Оральный секс? Оральный секс – это когда двое получают удовольствие. Вот это секс. А когда четверо получают удовольствие, один бедолага сидит от страха, трусится, и еще слабо в 12 лет я понимал, что со мной произошло. Не, я понимал, что, пиздец, я из этого подвала вышел, да, а жизнь свою оставил в этом подвале. Вот это я понимал, знаешь, где-то в подсознании. Ну, а потом все, вот это вот понеслось, такая у меня, так скажем, жизнь. Причем это я знаю, вот я откровенно скажу, я сейчас лукавить не буду. Вот у этих, я не знаю, я за всю свою жизнь ни разу, мне перед мужиками почему не стыдно, да, я за свою жизнь ни разу не сказал, что в моей жизни поучаствовали мужики. Я находил всегда какие-то вот такие, знаешь, так, ну, так там. Я ни разу не сказал, что в моей жизни поучаствовали мужики. А сейчас вот уже такой, имея какой-то опыт большой жизни на общение, да, и с мусорами, которые мне там вот в 2000-х устраивали в городе Сочи прожарку, я понял, что у них прихваты, что у этих, что у ментов они одинаковые. Вот один в один как подкопил. Еще раз хотелось бы уточнить, когда все это насилие происходило, они испытывали именно от садизма удовольствия или от сексуального какого-то? Они просто понимали, что они ущербные, понимаешь, они же в ущерб. Самоутверждались, в общем. Разумеется. Это происходило в форме издевательства, понимаешь. Вот ты такой, да, мы тебя будем пинать, издеваться над тобой, мы будем, будешь у нас там на отсосе сидеть, ну, вот это ты будешь вот так исполнять. Ну, все это больно и печально. А для них потом последствий никаких не было? Вы там не ходили писать заявление? Я говорю, там такое исполнение было, понимаешь, работали профессионалы. А сколько профессионалам лет было? Ну, там ровесник мой, по-моему, был один или два, а так вот постарше, старшеквастник. То есть они не первый раз это делали, да? Ты знаешь, я не знаю, я как бы знал их просто по школе. Я понял. И, блядь, хватило ума жубачку. Но вы не писали заявление, правильно? Нет, я и матери не говорил. Всю свою жизнь прожил, и я как бы не хотел, чтобы у меня на этот счет разговор состоялся, потому что если бы он состоялся, я бы просто ушел из дома и никогда бы в этот дом больше не вернулся. Ну, мне стыдно бы просто дома было находиться. А так вот, видишь, в конце ее жизни я, что называется, ну, выполнил свой сыновий долг, честно, откровенно. Я пять лет вот был пристегнут больной матери, которая не встала во спасти. Ну, в школе наверняка же потом слух разошелся, правильно? Да, разошелся. Они же продуманные, коровы, они знают, где это говорить. Они не всегда же говорят, вот, это мы его опустили. Это все происходит несколько иначе. Они знают, где это можно сказать, в том кругу, где их поймут, где с пониманием к ним отнесутся, они называют себя. А так они нет, просто они выдавливают из социального пространства, говоря, ну, вот, там, этот, там, вафлист, там, куисос, там, ну, вся вот эта... Не, не, ну, это же определение. Все, ну, вот так. А своих имен не называют, а им бы по школе пройтись и рассказать, как они, блядь, про свои любовные победы бы они рассказали, но что-то они не очень-то этого желают. Ну, в школе вас, собственно, гнобили за этот случай? В школе нет. Ну, там особо, я так понял, последствий не было, правильно? Нет, последствий не было, ну, понимаешь, я же говорю, они же не всех так сразу в курса поставили, но я потом перевелся в Хостинский интернат номер один, там, несколько лет я находился в интернате, и, собственно говоря, стал бородярничным. Я в 15-е годы всю Кубань объездил. Кубань, Ростовская область, я везде. На товарниках, как только потеплело, меня дома хрен найдет. Я там с родителей кровью выпил столько, что не приведи Господь. Так, а как вы думаете, с чего это вдруг вы решили бродяжничать? Может, и в этот случай повлиял или нет? Именно это, да, я был нормальным ребенком, я ходил в школу, учился, писал левой рукой, у меня были помарки всегда в тетради, у меня, ну, тем не менее, я в школу ходил, учился с удовольствием. А потом я понял, что, блядь, там такие преподаватели, педагоги, они нахер не нужны сидеть. И чему они учили-то? Отлично, отлично. Хорошо, тогда следующий вопрос. И, ну, вот вы бродяжничали, бродяги, наверняка же, там куча всяких, и истории, всяких случаев, может быть, какие-то были проблемы, кто-то там над вами, может, глумился или пытался подставить. Я, я как бы повторюсь, да, я хочу это четко обозначить, то, что было со мной в 12 лет, там, какой-то период, да, это все мои приключения в этом плане, таких приключений в моей жизни больше не было. Ни в лагере, ни до лагеря, ни после лагеря, а рано или поздно премьера на равновирскую тюрьму у меня должна была состояться в том плане, что, ну, я жил, я жил, крал. То есть вы занимались воровством, правильно? Да, ну, проще говоря, да. Так, я на хлеб, у меня самые яркие воспоминания, я сейчас, прежде чем я могу везде не кушать, мне вообще, я спокойно к голоду отношусь, но вот я, когда прихожу домой, ложусь спать, мне нужно корку хлеба съесть, хотя бы корку, потому что я голодный, не могу уснуть, в том плане, что это у меня с детства тянется, там, когда вот бродяжничали, у нас, помню, один момент не получилось, на городскую булочку там заработать, и мы лежали голодные, ждали, что на следующий день мои родители уйдут на работу, и мы придем ко мне покушаем. Так я засыпал ужаско, и вот с этого момента я не могу засыпать голодно. Я говорю, хоть корка там, какая-то хлеба должна у меня быть под подушкой. Так, и все-таки, как первый раз вы заехали на тюрьму, и за что? Ну, я так понимаю, сначала ИВС же был, правильно? Ну да, у меня была 144-я, это квартирная кража, после того, как я сделал квартирную кражу, я на те деньги, которые выручил, я выехал на Кубанские поля, зашмаливая, неплохо. Мы съездили втроем, привезли шмаль, и... Ну вот я преступление совершил, кражу 14-го, и ровно через неделю меня уже поймали. Это какого года? Это 82-й год, я уже пришел из армии. А в каких войсках вы служили? В стройбате, я после дурдома в каких войсках могу служить? Конечно, в стройбате. Так вы еще в дурдоме лежали? Не один, два раза по три месяца. О, так первый раз за что в дурдом заехали? В военкомат направил проверить меня, можно ли меня призывать в армию, можно ли мне доверить автомат. Ну выяснили, что для автомата я негоден, и мне вручили, короче, лопату. Так а что это вдруг они засомневались? А? А что это вдруг они засомневались и на дурдом отправили? А потому что я пришел в военкомат на медкомиссию сюзьмы, обожрался с утра, и пришел, ну там меня как развезло, я там никакой был. Я же думал, меня там на полчаса что-то проверят и отпусят. А там такое началось, караул, там сначала лекцию час-полтора читали, а потом только пошли. А я в кабинет психиатра зашел, а меня уже судьма раскрывает. Я уже сижу в какой-то. И отправили вас куда? Ну в стройбат, но в какую область? Нет, сначала меня отправили в дурдом. На три месяца я был в Березановке, это на границе с Ростовской областью. Там у меня док поинтересовался, хочу ли я служить. Я честно и откровенно ответил, что служить я хочу, хотя на самом деле я не хотел. Просто стыдно было у меня, как бы в Советском Союзе такое воспитание было. Если не отслужил, то стыдно, правильно? Да, и как-то неудобно было. И вот я пошел служить, я служил в стройбате, в Москве часть стояла в Люберцах, в Финках я проходил учебку, а объекты были на Останкино в Москве. И что там, дедовщина и все остальное были? Нет, а я уже, у нас экспериментальные роты были. Это роты были одного призова. Служила была достаточно комфортно, меня хватило просто всего на 8 месяцев. А дальше? А обратно в дурдом. Почему? Ну я просто очень быстро понял, куда я попал. Так что вас не устроило-то? Нет, меня все устроило, более чем. Но я стал пьянствовать, где в комбинате. А то есть в Сочи уходить, да? А? В Сочи уходить. Самовольное оставление части. Нет, нет. У меня подружки по сей день, москвички, с которыми я общаюсь, вот со временами моей службы. Ну я понял, ладно, окей. Хорошо, так и собственно вы там стали морально разлагаться в армии, правильно? Ну в смысле... Я уже туда пришел, уже по запчастям разобран. Ага, я понял. И после 8 месяцев вас в дурдом отправили, правильно? Да, я вскрылся и... Ну как, шкуру поцарапал, просто реально, шкуру поцарапал. Ну не захотели дальше продолжать, правильно? Ну у меня начальник части, у него скоро был геймпинг. Если бы дело довели до дизбатов, дали бы мне там полгода, год, да? Тут ЧП в части. А так, ну подумаешь, дурака из Адмии, из Сочи призвали, там медкомиссия не доглядела. Я бы находился в этом. В дурдоме сколько я там находился? Три месяца тоже. И что из дурдома можете вспомнить интересного? Грустно. Самое интересное то, что я смотрел на больных, реально больных людей, и как у человека, у которого два высших образования, институтного машина сбила на перекрестке, он ударился головой, и никакой. Там кататоническая какая-то шизофрения, ну вообще никакой. У него голова есть, у него руки-ноги есть, а мозги где-то там. Я раньше не понимал, как это можно распрощаться своими мозгами, это в 20 лет я не понимал, а вот сейчас в этом возрасте я очень прекрасно понимаю, как это может быть, и так, что я свою нервную систему так, насколько возможно, я ее оберегаю. Это правильно. Это там я вот... А так, ну что еще? Я не знаю, ну находиться там небольшое удовольствие, единственное, что там помогало, то что я вот, короче, на дизель не поеду. А так мне девчонки местные, москвички приходили, помогали. В дурдом, правильно? В дурдом на свиданку приходили. Отлично. После дурдома, что было в вашей жизни интересно? Я поехал, по-моему, в марте или в апреле я приехал домой и дождался все-таки, когда начнется сезон, когда вот модно был турбаза «Сокол», да, там были кемпинги, финские домики. Вот туда, как только отдыхающий люд поехал, я нырнул туда, и чем хорошо, и украсть можно что-то, и девчонок платежеспособных снять. И я вот ввел такой, ну так скажем, паразитический образ жизни. То есть вы были альфонсом, правильно? Нет, нет. Какой альфонс? Жил одним днем, как солдат стройбата. День прошел, и хер с ним. Вот так же. Они в своей жизни никаких перспектив, собственно говоря, не видел. А первая кража, которую вы совершили в 82-м году, чего вы украли-то? Это не 80. Это я первую кражу совершил в 13 лет, зажигал случайно на Буинду. Я имею в виду, когда вы выставили квартиру кому-то, да, и что вы оттуда взяли? За нее, блин, там вообще разговор шел, да, и по наводке было это сделано. Просто разговор шел, что человек приехал, ну так скажем, богатый, и привез там какие-то доллары, шмолоры, туда-сюда, и просто мне парнишка говорит, исполнить сможешь, а, ну, форточка, это что называется, мое, да, там второй этаж, высоко было, но тем не менее, я такой, будто перчевый. И исполнил это на следующий день, да, я пришел, эту сумку испортил, и исполнил, не помню, что там было, какие-то там трусы, тапочки, ну что может быть? Ну, долларов не было. Да не было, я вот с этого и офигел, я просто офигел, думаю, вот это да. Так и как вас нашли? Свидетели были? Приехал домой, ну, там у ментов свои, заморочки, как они вычисляют, я сейчас, мы же были в этой квартире, мы сидели за день до этого, день кражи, а то за день приходили, там у бабы сидели, но она рассказала, кто был, чего был, ну, вот так вот на меня и выскочили, а я уже в это время, я уже с поля приехал, уже там, три с половиной килограмма каннабируса привез, ну, этих шарабанов, и этих, как его, ну, через сито просеянный, в общем ясно, крупная, да, и вот меня с этим пошпетили. Я понял, и в первый раз, еще раз напомните, сколько вам дали? Два года. Два года, вот, и начинается самое интересное, собственно, расскажите, в первый раз, когда вот, не знаю, заезжали, там, ИВС и прочее, вот эти все вещи, они очень интересны. Заезжал, у меня просто момента не было такого, я понимал, что я делаю неправильно, у меня момента не было, чтобы я был вот один на один, на один с ментом, да, а правильно как сделать? Нужно было сразу в курс поставить и уйти там в стойло, там уже жить в своем кругу, да, а я промолчал, потом у меня просто момента не было, чтобы я вот остался один на один с ментом. Когда это всплыло, я на этапе уже на сут ехал, это всплыло, вот тот парнишка, с которым я ехал, ездил за планом на Кубани, он мне, собственно говоря, и предъявил, за что я и получил в бубен. Да, и таким образом, ну, мягкая посадка была, я, короче, приземлился на параши, а это мне говорит только о том, что там без издевательств, без ничего, место указали, ну, там в тюрьме-то люди находятся. Ну, сначала же, что там, ЭВС было? Сначала, тогда КПЗ называлось, камера предварительного заключения, потом я сколько там, неделю, дней 10 побыл, и меня увезли на Армавирскую тюрьму. Там, и как же узнали, что вы, вы сами сказали, что там я, кто там опущенный, не опущенный, как они узнали-то? Нет, я же говорю, мне пацанчик, с которым я ездил на ПАПы за планом, он мне на этапе предъявил эту хрень. За школу? А? За школу. За школу, да. Я вот за это, короче, выхватил в голову и приземлился на параши. Все, с этого момента я, короче, жил и знал, что я есть, чего я есть, как себя вести. Так, а вот у вас есть ролик, как насилуют на этапе. Можете, ну, в двух словах. Ну, вот, туда я нормально как бы доехал, получил два года в Сочи, в Сочи, и поехал обратно. Я туда приехал без переключений, несколько дней после суда я еще находился, но там тоже, там были те, кто меня, в общем-то, и по воле знал, там, малыш, приколи это, там, про баб что-нибудь расскажи. В общем, нормально. А когда поехал обратно, блин, мне реально не повезло. короче, через ботинок начали, членососанию подводить. Божку отбивали с самого Сочи, там, Адлер-Кавказская пристегнули, Столыпин, а он до Лазаревской ехал, ну, сколько, наверное, часа полтора-два. Он медленно крадется, к каждому углу планится. И, в общем, я все вот эти два часа в репу получал ботинком, каблуку. Ну, от кого? Тоже арестант. Хорошо. Хорошо. Имя его. Ну, собственно, все, вас уже определили на парашу и так далее. И два года, собственно, чем вы занимались на зоне? Лагерь. Авоськи путлял. Моя любимая знака, Авоськи путлял. Расшифруйте. Мешки под картошку. Хорошо. Ну, аппарашу чистили и все такое, да? Ну, не знаю, у нас это все немножко не так. У нас для этого были осенизаторы. Они этим занимались. Я путлял Авоськи. Но вас там избивали, потому что у вас статус такой был? Блин, это, я вот это, не знаю. Я с мужиками сидел, понимаешь? Реально, с мужиками. А как, может быть, у вас же там петушиный куток, наверное, должен быть какой-то или нет? Нет, ну, какой куток? В каждой бригаде там было 12 отрядов, отрядов, в каждом отряде по 4-5 бригад, в каждой бригаде было 1-2 обижен. Вот каждый в своей бригаде я знал свое место. То есть, мы стояли на проверке последней. Мы приходили в столовую, там, на кишкоблок, у нас был последний стол. Там, свободное время, хочешь там, пристегнись. Мешки путляй, если в живой зоне, да, заготовки. Хочешь, там, пошел на эстраду, тоже отдельно. Ну, вся зона знала, что там садиться нельзя, там это, короче, место петухов. Вот, по поводу, как трамбует обиженного, я вот тут, что называется, гайд сейчас зачитываю вас. Что это значит? Как трамбует обиженного? Ну, это с юмором, так сказать. Ну, как трамбует? Это вот там, там, где этот, как его? Когда я с похмелья сидел, что ли? Ага. Ну, подошел, на бой, въебал. И что, из наилучших побуждений, у меня к мужикам вопросов-то вообще нет. Так вы на черной зоне сидели, правильно, или на разных? Нет, это не зона, это на свободе. А, понял. Ну, а вообще, в принципе, на каких зонах? На черных, на красных, или? Рабочая зона, мужицкая. Ага. А вот я просто считаю, смотри, тут петух-активист на зоне. Тоже надо бы расшифровать. Вот один, одного пидора занесло, еще он и повязку наделал. Понимаешь, я всегда стоял на тех позициях, ну, в школе, не то, что жопа засрана, но в школе судьба у тебя такая, да, с малодушничать, отвечать. и ни в лагере, ни на свободе, никто тебе за это, как его сказать, не будет издеваться только потому, что ты когда-то в детстве проявил малодушие, правильно? это не предъявляется. Предъявляется то, что если ты там ходишь, гадишь. Поэтому я вот как-то краснючим к этому СПП, СВП я, короче, относился так, хотя у меня от них проблем не было в лагере, но тем не менее, я понимал, что этот петух делает что-то не то, но у тебя и так судьба, но ты после освобождения приедешь домой, и ты будешь нормально, спокойно жить, если свою жопу в лагере не засрал. А он умудрился еще повязан, ну там с него, ну что он стоял там на это, транспортные потоки, перенаправлял на вертушки, туда ходи, сюда не ходи, вот такой. Занимался такой хренью, хотя он был реально петух, но он не общался с петухами, он не жил с петухами, там сраку свою подвернул, я не хочу говорить кому, там, тоже. Большой человек на зоне, ну со стороны, вот он подвернул тот его и должность ему, бля, нашел, что он в жопу свою окончательно засрал, да, и костюм ему подарил там, ботинки черные, обожженные, и вот он ходил там. Вот тоже интересные, значит, как жили, чем дышали гребни в колонии, вот пожалуйста, тоже расшифровочку бы. Ну как жили, ну так и жили, знали, я говорю, фиг его знает, то ли мне повезло, то ли вот в моей жизни я дерьма плохого отношения к себе в лагере, я его просто не видел, просто реально не видел. Ну и что, ты живешь, знаешь свое место, ты никуда не лезешь, вот и все, а там кому нафиг, у меня в бригаде были мужики, которые ко мне неплохо относились, но они понимали, да, что со мной произошло там, здоровы, общались, ну вербально, если у меня какой-то вопрос есть, я всегда поинтересуюсь, там, мне парень объяснял, рассказывал, как мне второй раз ехать на армавирскую тюрьму и в красной хате не сидеть, в обиженке он мне объяснял. Отлично, хорошо, смотрите, то есть, вы в принципе... А были те, кто меня просто в упор не видел, он там слышал, что где-то там в конце бригады стоит петух мало, все. В принципе, я так понял, вы без особого труда два года отмотали, правильно, первые? А у меня только первые, это единственный мой срок. А, то есть, вы больше не сидели, правильно? Нет, я потом привлекался по 228, это уже по новой, да, за МАК, но я уже не сидел. То есть, вы, так сказать, по медленной теме, да? А? Вы по медленной теме, правильно? Еще раз. Ну, в общем, предпочитаете вещества, так сказать, опиоидного характера. Сейчас, в настоящий момент, я переболел, и так, по одним данным, я уже больше 20 лет машинку в руки не беру, на шприц. Годы, 6 лет я на тяжелых наркотиках находился, просрал, что называется. 6 лет, исходя из того, что могу себе позволить. Детей у меня нет, семьи нет, что хочу, то и делаю. На самом же деле, вот, опиоидного, это была, ну, одна из таких ошибок в моей жизни. Не нужно было с этим знакомиться. Так, а как вас занесло на этот путь опиатов? Первый раз я попробовал, мы поехали в Нефтегорск, это, мне было 16 лет. Уколешься, там, глаза на лоб лезут, ужас какой-то. Так, и как соскочили успешно или с переменным успехом? А меня хлопнули с мешком мака, как там, не мешок был, а там мешок такой из-под картошки. Там стебли были, я только с дачного поселка приехал, и там, шарабаны были, коцаны и не коцаны, были стебли там, ну, вся вот эта вот коньитель. Нужно это долго заморачиваться, шоколад делать, потом из него опи выбивать. И я шел домой, меня уже подкумаривало, да, и, вернее, шел не домой, а на шароварню, девчонки. И меня хлопнули с этим мешком. Так что я перекумаривал, что называется, сутки на КПЗ, и девочка, вот, следователь, ну, совсем девочка, молодая, только после института. А она меня пожалела. Мы с ней больше не про мою делюгу говорили, а про то, как я докатился до такой жизни. Она говорит, ну, вроде на тебя посмотришь, такой, ну, дядька. Мне там, сколько? 34-35 лет было. Это какой год был? 95. 95-й год. 94-й, 95-й год. И как ты до такой жизни докатился? И она меня выпустила под расписку с тем, чтобы я закрылся на больничку, отлежался, привел мозги в порядок, привел себя в порядок, и потом уже пришел, и что называется, осудился. Но я год от нее бегал, потом все-таки меня поймали, я отсидел месяц на ИВС, и меня снова отпустили до суда. До суда дело не довели, дело мне закрыли в связи с изменением обстановки. Какая обстановка изменилась, я вот до сих пор понять не могу. Так вас с мешком извините, прекурсоров приняли, сейчас вон за пару грамм там дают по 10 лет, а тут с мешком и какая обстановка-то сменилась? Я сам, я до сих пор понять не могу. Какая-то, это сейчас, сколько, и тогда она была 228-я, ну, 95-й год, ну, это вообще там, каждый второй кайфовал. Ну, тогда это эпидемия была такая. Да. Тогда проще на это смотрели. Наверное, я не знаю, я говорю, я как бы туда голову, я просто девчонке это был искренне рад, что она не довела дело до суда, а закрыла ее вот с такой формулировкой. Я вас понял. Я вас понял. И как в дальнейшем ваша жизнь складывалась после этого? Работать пошел. Ну, в какой области, я имею в виду, в какой сфере занятости? Торговля, реклама. Я понял. Вся моя жизнь складывается из того, что я вот знакомлюсь с какими-то людьми. Ну, познакомился с этими, какого, с торгашами, с бизнесменами. Ага. сколько можно? День, два, месяц. Можно идти самому уроком шевелить. И потом мне парнишка знакомый говорит, так и так, если там что заработать. Он мне вообще помогал, настройку меня определил. подсобник, подсобник. Ну, меня там пендалем под жопу выгнали. У меня руки не те, реально не те. Подсобника с меня не получилось. И вот он мне говорит, так и так, есть там ребята торгуют косметикой, парфюмерией. И если у тебя есть желание, там, сумкой, погоной, дистрибьюторская фирма, челнок, карабейник. Я же карабейником работал. И вот говорит, если что, ты можешь там подсветиться. Я первый день пришел, второй день пришел, думаю, как так, они ничего не продают, а ходят, все хорошо одеты, курят парламент, вечером пиво идут хорошее пить. Думаю, ну как, вот они могут, а почему я не смогу? И что-то я вот к этой конторе пристегнулся и уже где-то, ну ты, я туговато на обучение, я где-то год-полтора работал, чтобы просто научиться, а потом я уже кассу молотил, так, чтобы будь здоров. Ну я получал среднее, там мы считали средняя зарплата, да, по городу Сочи, вот, было столько, мы получали в три раза больше, не считая, ну, кто работал, кто умел работать, не считая субботних дней и бонусов, у нас там были бонусы хайроллерские, ступенчатые, это вот, если это не считать, я три зарплаты получал, неплохо, ну, пахал, что называется, с восьми до семи каждый день. Порядочно, порядочно. А потом, что происходило, как-то вы до 2011 года были социально адаптированы, а потом что-то пошло не так? А вот это работало, в восьмом году я уехал, у меня, так скажем, вот такое предчувствие было, что на меня какая-то беда катится. Беда, вот, просто реально, что я, вот, горе, что называется, хапну. И что случилось? Я уехал в Москву, у меня матушка еще на ногах была, ходила, но у меня был сахарный диабет, и вот я прожил в Москве три года, ну, у меня, как у меня, в Москве, так скажем, но, я не брошен. Я могу, как бы, во всяком случае, первое время перекантоваться, у меня проблем с этим нет. и вот я поехал там, тоже стал работать с косметикой, с парфюмерией, работал я три года, а потом, вот, 3 декабря 2011 года я приехал домой, ну, я три, четыре, пять раз домой за год приезжал к матушке проверять, проведывать, а потом домой пришел, и уже ногу отняли. У меня договоренность не была, говорю, мат, сколько без меня сможешь, все нормально, как только вот так один раз делаешь, я буду возле твоей постели находиться. и так, и она мне тоже, она бы меня в декабре 2011 года отпустила, я просто сам захожу, вот так, в прихожей, сумку поставил, на нее смотрю, а у меня в Москве там еще дела были, незакрытые, я вот сумку ставлю, на нее смотрю, и я понимаю, что я никуда от нее уже не уеду. и вот так вот пять лет я был поди нее. Да, дорогой Николай, это благородное дело, благородное, честь вам и хвала. И, собственно, после 16-го года как складывалась ваша жизнь? Потихоньку. Сейчас чем-то занимаетесь, кроме YouTube? Кроме YouTube нет ничем. Понял, понял, понял. У меня какая, мне вот сценарий написать, да, у меня как бы в голове, чтобы с одной деятельности переключиться на другую, мне нужно какое-то время. Вот если я сейчас сяду за компьютер и буду писать, чтобы мне потом сделать на телефон что-то записать, мне нужно какое-то время. Так что я сейчас писанину забросил, ну да, ты не смотрел у меня, не заходил на ProZar.ru? Нет, не заходил. Можете на ProZar.ru там я не знаю, ссылочку оставить, если вы там что-то пишете. У меня в любом ролике под описанием есть ссылки. Так вы романы там пишете какие-то или сценарии? Что в голову влезет, то я пишу. Про свою жизнь. Понял. спустя какое-то время, то, как я это вижу, то, что пересадил, а там в принципе ничего не выдумываю, просто исполняю своими словами. И у меня еще это там, что есть, я там много поудалял, что там есть, а так у меня еще миллион знаков болтается. Я нигде еще не опубликовывал, надо редактировать. Николай, не опубликовано, но кое-что поправить в течение времени прошло, нужно что-то поправлять. И, как всегда, банально вопрос, ваши планы на будущее? Отвечать только за малодушие, но никак не за пидорости. мальчик, я не знаю, но я не знаю, завершать. Отлично, продуктивно, замечательно, дорогие друзья, я рекомендую, если вы еще не подписались на мой канал, подписывайтесь на мой, если вы не подписались на канал Николая, заходите в ссылочка, будет в закрепленном комментарии, подписывайтесь, смотрите, там много чего интересного и познавательного. И, дорогие друзья, если хотите трешмокильных историй, пожалуйста, чем больше, так сказать, классов, лайков и ваших, пишите комментарии больше четырех слов, что продвигает видео, ставьте лайки, если вам понравилось, если не понравилось, ставьте дизлайки, все равно это тоже продвигает видео. Вот, и будьте счастливы, и берегите себя, и не употребляйте психоактивные вещества, запрещенные ваших сторон. Будьте счастливы, дорогие мои кореша. Отбой, глуши моторы, и хранить на всех Господь наш сварок. До новых встреч, всем пока.